Работа в промышленности вообще, а в оборонной тем более, она, как правило, имеет долгосрочный характер. Проекты, которые начинаются, их выгоднее даже с экономической точки зрения завершить, чем остановить. Ну, например, начали строить лодку, но в Туле лодок не строят, но производят другое оборудование военное, тоже длительные циклы производства и здесь присутствуют. Начали строить или лодку, корабль, самолёт, какую-то систему ПВО, вложили определённые деньги. Заморозить дороже, чем достроить и довести до конца, потому что как только прекращается финансирование, сразу начинаются деньги на содержание, на оплату персонала и рабочих инженерных кадров, которые в должном образом не работают, а зарплату им всё равно надо платить, или уволить, что чрезвычайно опасно и лучше этого не делать, потому что потом будет не набрать высококлассных специалистов. Поэтому даже с экономической точки зрения нам лучше завершать начатые проекты. Эти все проекты предусмотрены госпрограммой вооружения до 2020 года. В связи с тем, что у нас реально есть определённые проблемы с бюджетом, с тем, что упали цены на нефть и так далее, что мы делаем? Мы по некоторым позициям, я хочу, чтобы это было понятно, и здесь нет никакого секрета, по некоторым позициям, по которым промышленность сама не готова к 2020 году что-то произвести, мы не начинаем некоторые проекты. И таким образом экономим ресурсы сегодняшнего дня. Переносим, как говорят специалисты в экономике, в финансах, эти проекты чуть вправо по графику. Но всё, что начато, будет сделано. А то, что перенесено чуть по графику подальше 2020 года, не является критическим не для обороноспособности страны, но разгружает сегодняшний бюджет и завтрашний бюджет. Это мягкая такая совместная работа, она требует очень внимательного отношения со стороны промышленности и Министерства обороны. Мы для этого и собираемся два раза в год в Сочи, чтобы никто не мешал, все садятся, до этого внимательным образом считают и потом дают свои предложения. Но не только это, но и это является одним из основных направлений нашей совместной работы и с военными, и с представителями оборонной промышленности. Поэтому не в 2020 году, так в 2021, не в 2021, так в 2020 точно, все наши задачи, которые мы ставили перед собой в рамках гособоронзаказа, будут решены. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!